Итак, о чем я хотел поговорить? Я бы хотел поделиться сегодня неким нашим опытом, рывалом достаточно большим количеством клиентов. Я хотел бы поделиться опытом то, какие усилия сейчас принимают наши клиенты, какие изменения они вносят в свой бизнес и как они перестраиваются вот в эти нелегкие времена. Итак, пойдемте. Сначала я хотел бы немножко рассказать о нашей компании. Мы существуем достаточно давно, но все же есть люди, которые нас не знают, поэтому я хотел бы буквально в двух словах рассказать о нас, рассказать, почему мы претендуем на некую экспертность в этой области. Мы существуем уже больше 20 лет, мы обслужим сейчас в данный момент около тысячи проектов, цифры чуть больше. Это люди, которые обратились к нам за продвижением, это люди, которые обратились к нам за абонентским сопровождением сайтов. Цифра, которой мы очень гордимся, это более 60 сотрудников у нас работает в офисе на полный день. Это достаточно опытные и грамотные ребята, которые имеют хороший бэкграунд, они реализовали большое количество проектов, и этот опыт они готовы предоставить вам. По нашим компетенциям я особенно хотел бы отметить, вот вы видите, достаточно большое количество рейтингов представлено, это некоторые из них, особенно наши компетенции сильны в области продвижения сайтов. Мы очень любим работать с SEO, и у нас здесь хороший действительно бэкграунд. Мы очень хорошо и много работаем с контекстной рекламой. Давайте поговорим, конечно, наверное, там, ну, просто тренды современного сети, да, там мы не можем не упомянуть, что происходит сейчас у нас с вами за окном, какие явления. Я не хочу очень долго останавливаться на этих цифрах, фактах, но ситуация такая, наверное, вот новости, я попытался какие-то выбрать, самые последние события, которые относительно коронавируса мы видим во внешнем мире. В некоторых странах и близких к нам, и находящихся дальше от нас происходит ужесточение мер, связанных с пандемией, и поэтому я не знаю, будет ли вторая волна, возможно, да, возможно, нет. Единственное, что я могу сказать, что, наверное, некоторые события, которые произошли, они уже останутся с нами навсегда, и в том числе изменилось поведение покупателей. Наш потребитель немного изменился, и я думаю, что эта привычка, новая какая-то модель поведения, она не исчезнет так быстро, даже если вдруг у нас не будет второй волны, вдруг, если неожиданно там произойдет так, что коронавирус исчезнет, все равно люди проявляют некую осторожность, все равно, вот даже сейчас, когда сняли ограничения, я не вижу так, чтобы все вот прям очень быстро побежали в торговые центры, в кинотеатры, то есть люди все равно продолжают соблюдать некую осторожность, такую разумную осторожность. Я бы хотел посмотреть с вами вместе на примере каких-то реальных кейсов, как бизнесы перестраивались под эту новую поведенческую модель, и, как бы это ни банально звучало, какие новые возможности появились у бизнеса. Многие говорят о том, что возникли большие ограничения, но, тем не менее, на примере реальных наших клиентов мы увидели, что для каких-то бизнесов ситуации с ограничениями, ситуации с самоизоляцией, она предоставила какие-то абсолютно новые возможности, которые они раньше, к сожалению, не могли использовать. Кейс номер один – расширение географии. Сразу должен сказать, что какое-то количество клиентов мы обзванивали перед сегодняшним мероприятием, мы спрашивали разрешение о том, что не против ли они того, чтобы мы рассказали на примере их бизнеса о том, что мы сделали, как вы их результаты добились. Какие-то клиенты говорили, да, ребята, хорошо, мы готовы, рассказывайте, называйте, кто мы, называйте наш бренд. Но есть часть бизнесов, которые сказали, ребята, мы бы не хотели делиться нашим успехом, мы не хотели бы раскрывать все секреты, и особенно мне хотелось, чтобы слышали конкуренты, поэтому какая-то часть брендов здесь и далее на моей презентации, они будут под МДА, то есть мы дали честное слово, и юридическое, и джентльменское, о том, что мы не будем разглашать бренд. Итак, бренд неизвестен. Бренд юридические услуги. Немножко истории этого бренда. Мы сотрудничаем с компанией достаточно давно, мы неплохо продаем в Нижнем Новгороде, у нас долгие взаимоотношения и успешные истории. В какой-то момент времени, это была история в прошлом году, мы с клиентом, с руководителем бизнеса подумали, окей, мы там перекрываем Нижний Новгород, у нас есть какой-то поток клиентов, давай попробуем как-то расширяться, думать о каком-то развитии. И мы приняли решение, почему бы нам не попробовать выйти на соседние города, на соседние регионы и попробовать как-то поработать на них. Опыт наш в 2019 году показал, что, наверное, это была не очень удачная затея. Почему? Поясню. Мы потратили определенный бюджет на контекстную рекламу, мы получили какое-то количество звонков, обращений, но, как показал итог, и хорошо, что в этот момент времени у нас была возможность переслушать какое-то количество разговоров, у нас было с ними там телефонии, возможность переслушать звонки, мы убедились в том, что какое-то количество клиентов, причем большое количество клиентов, они говорили, что, ребят, окей, мы понимаем, что вы можете нам помочь, нам бы хотелось подъехать в офис, уже в офис с глазу на с глаз, обсудить нашу ситуацию и с вами пообщаться. Вот в 2019 году в итоге затея наша по выходу на соседний регион провалилась, потому что мы не могли им предложить встречу в офисе. Мы находились в Нижнем Новгороде, у нас не было офиса во Владимире, у нас не было офиса в Казани, соответственно, мы не могли встретиться лично с клиентом. Затея была неудачной. В 2020 году что у нас получилось? Спрос упал, особенно в частном секторе. Юридические лица в условиях пандемии чаще стали происходить какие-то разбирательства, сами понимаете, кто-то задерживал сроки поставок, происходили какие-то другие негативные явления, поэтому работа юриста все-таки была, ее стало меньше, но она была. Для того, чтобы выживать, для того, чтобы сохранить свои какие-то возможности и развиваться дальше, мы решили повторить эту попытку выйти на соседние города. И что мы получили? Сейчас, в условиях пандемии самоизоляции, когда все находятся по домам, типовой разговор с клиентом уже выглядел каким образом? Что здравствуйте, да, мы юридические агентства, мы можем вам помочь, мы не можем с вами встретиться лично, потому что мы соблюдаем режим самоизоляции, но если вы готовы пообщаться, пожалуйста, Skype, Zoom, любые другие мессенджеры, любые другие там способы связи, все доступно, мы можем с вами пообщаться и помочь решить вам ваши проблемы. Для большинства потребителей такая схема уже становится чем-то обычным, привычным, и, собственно говоря, мы заметили, что люди уже и сами, потребители, не стремятся к тому, чтобы приезжать в офис, что где-то рисковать здоровьем. Люди предпочитают по возможности те вопросы, которые можно решать удаленным, решать удаленным. Простите за эту татологию. Важный очень момент. Мы не стали выходить на другие города, я это подчеркну момент, в лоб с нашим сайтом, на котором везде написано «Добрый день», мы юридические агентства в Нижнем Новгороде, предоставляем услуги в Нижнем Новгороде, мы сделали несколько поддоменов. У нас есть отдельный сайт, где написано «Юридические услуги в городе Владимир», «Юридические услуги в городе Казань», то есть мы на каждый местный рынок выходили со своим неким местным сайтом для того, чтобы дистанцию между потребителем и бизнесом сократить. Результат нашего повторной попытки выйти на регионы вот именно в этот период времени оказался более удачным. За небольшой срок мы смогли заключить договора с несколькими юридическими лицами, что особенно ценно для данной компании, потому что юридические лица, как правило, подразумеваются вторичные продажи, это подразумевается некое постоянное сотрудничество, потому что, как сами понимаете, поток вопросов и юридических лиц гораздо больше, чем у частных лиц. Вы, наверное, совершенно справедливо заметите, что это хорошая история для тех, кто может оказывать услуги удаленно. Например, если наш бизнес подразумевает, что мы должны лично, физически присутствовать рядом с клиентом, оказывать какую-то услугу или поставлять на товар, что нам делать в этом случае? Вот, опять же, сегодня так перекликается, уже в одном из докладов у нас упоминался история с бизнесом, который посвящен скрытию замков. Не по договоренности, но так случилось, что да, у нас, опять же, кейс клиент, который там попросил не называть его бренд, клиент занимается скрытием замков, мы достаточно давно уже с ним сотрудничаем, клиент работает в нашем регионе. У нас сайт продвигается в SEO, у нас сайт продвигается с помощью контекста, все хорошо, замечательно. В какой-то момент времени, да, у него было проседание, как и у всех, но люди сидели по домам, люди мало передвигались на автомобилях, но как только режим самоизоляции стали как бы ослаблять, люди, опять же, поехали, стали ломать ключи, двери, замки, там машины запираются, рынок начал восстанавливаться. И мы одновременно с этим, с клиентом приняли решение, а давай попробуем выйти на другие регионы. На этапе, когда мы только запускались на соседние регионы, клиент, в принципе, подразумевал, какой способ выхода, что он будет в этих регионах, Казань, Владимир и прочих городах, он будет искать специалистов на месте, каким-то образом брать их в штат или каким-то образом оформлять с ними отношения, да, и иметь своих сотрудников в этих регионах, которые могли бы уже выезжать по заявкам. На этапе, когда у нас стали поступать первые лиды, и еще не было нанятых сотрудников, клиент сказал, что, ну, ребят, вот такая ситуация, лиды терять жалко, тем не менее, все равно какие-то там заказы, какие-то клиенты, я, наверное, буду их передавать местным ребятам, чтобы просто не терять, чтобы все-таки оказывать эту услугу. И, как оказалось, местные ребята не против выплачивать какое-то возограждение за каждый полученный лид. И сейчас клиент пришел к тому, что в каких-то регионах ему, в принципе, выгоднее не заниматься тем, что нанимать персонал и, соответственно, делать кучу организационной работы с этой связанной, да, он пришел к модели, что в каких-то регионах ему проще зарабатывать на том, что он получает лиды и перепродает их местным специалистам. Подумайте об этом. Это тоже может быть совершенно новым и несколько неожиданным направлением для вас, когда вы в каких-то регионах можете присутствовать лично, а в каких-то регионах вы можете выступать как источник лидов для других бизнесов, да, и эти бизнесы действительно готовы с вами делиться прибылью, готовы выплачивать вам какое-то даже достойное вознаграждение. Особенно хочу ваше обратить внимание, если вы вкладывались в SEO-продвижение вашего сайта, если ваш сайт имеет хорошие позиции в органике в домашнем регионе, это хороший потенциал для вашего сайта, если вы его правильно разнесете на поддомены, если вы действительно там географически выйдете на другие регионы, то сайт, который в домашнем регионе уже у вас доведен до ума, в нем правильный текст, в нем хорошие заголовки, в нем действительно вложено много труда в SEO-шник, то, скорее всего, этот сайт имеет очень хороший потенциал для роста в других регионах. Следующий кейс – аналитика. Опять же, сегодня это звучало, и, может быть, кто-то из вас скажет, ну, как бы банальная вещь, но я бы не говорил об этом, если бы это не была история настолько часто встречаемой до сих пор. Аналитика. Давайте посмотрим на примере реального кейса. Медицинский центр, извините, опять не могу назвать бренд, ситуация с медицинским центром. Есть контекстно-рекламная кампания. Кто-то в компании X оказывал услуги по настройке контекстно-рекламной кампании. В какой-то момент времени, я скажу, сработало сарафанное радио, сработало сарафанное радио, была очень хорошая рекомендация у нас, и клиент принял решение на какое-то время отдать введение контекстно-рекламу нам. То есть, говоря, сначала они попросили сделать у нас некий аудит, мы высказали свое мнение, мы рассказали, как нам видится правильно построена их рекламная кампания, какие недостатки мы нашли в текущей рекламной кампании. Клиент на основании этого аудита решил на какое-то время перейти к нам. Вот сейчас у нас такой период испытательного срока, но у нас уже сейчас есть хорошие результаты. Суть в чем? Когда мы начинали общаться с клиентом, это абсолютно типовая история для многих. Если у вас то же самое, то, наверное, это повод задуматься. Смотрите, клиент работает по принципу, я плачу какое-то количество денег за рекламу, я получаю какое-то количество лидов, но, ребят, больше меня, пожалуйста, ни о чем не спрашивайте, потому что я больше ничего не знаю. Клиент абсолютно не знает, какое количество лидов у него получается из Яндекса, какое-то количество лидов у него получается в угла. Упаси боже, он не знает, сколько ему обходится каждая заявка. То есть малейшей аналитики, вот, ну, ее просто нет в принципе. Соответственно, смотрите, мы к вопросу контекстной рекламы всегда подходим по следующему принципу. Вот некое такое сравнение, да, мы все с вами пользуемся автомобилями, мы все разбираемся в автомобилях, но все же есть водитель, тот человек, который там ездит на машине, да, и есть автослесарь, который потом эту машину ремонтирует. Мы к контекстной рекламе подходим тоже где-то по такому же принципу. Есть контекстолог, специалист, который умеет классно и хорошо настраивать контекстную рекламу, есть аналитик, который занимается стратегическим таким исследованием пациента, да, он смотрит, какая, где получается отдача, какие есть проблемы, и в том числе анализирует проблемы не только внутри вашего аккаунта контекстной рекламы, он смотрит не только на контекст, он смотрит на внешнюю обстановку вокруг сайта, он смотрит на сам сайт, и он смотрит, почему мы имеем определенную коммерсию и как мы можем ее улучшить. Вот, собственно говоря, поэтому клиенту была такая ситуация. Мы каких-то больших технических ошибок в настройке рекламной кампании мы не обнаружили, но мы увидели, что большое количество проблем есть с точки зрения аналитики. Что мы сделали с этим клиентом? Мы подключили колл-трекинг, мы подключили мейл-трекинг, мы достаточно долго поработали много с сайтом, мы посмотрели через метрику, мы посмотрели через веб-визор, как себя ведут люди на сайте. Мы достаточно много времени провели за тем, что слушали звонки. Мы посмотрели очень внимательно на те звонки, которые уходят в продажу, когда люди действительно записываются на прием, и внимательно изучили те звонки, которые заканчиваются ничем. В результате мы внесли определенные изменения в сайт. Как оказалось, конкретно у этого клиента очень часто информация, действительно важная для пациентов, информация о расписании, информация о еще каких-то важных вещах, она находилась где-то в нижней части страницы. Мы буквально на некоторых страницах просто переставили местами некоторые блоки, и информация стала более доступна, она стала ближе к посетителю, важная информация, та, действительно, за которую часто люди приходили. Мы очень внимательно посмотрели и выяснили, что у нас очень большое количество запросов, заявок от клиентов, лидов, то есть когда люди записываются на приемах, происходит по витальным запросам. Клиника достаточно известная, и часто клиенты обращаются просто, они где-то открывают Яндекс, набирают просто название клиники, записываются на прием. Мы обнаружили, что этой ситуацией начали пользоваться конкуренты. Они запустили контекстную рекламную кампанию по названию этой клиники, и они стараются переманить у нас часть клиентов. Соответственно, в результате нашего исследования приняли решение, что надо запустить достаточно агрессивную рекламную кампанию именно по этим витальным запросам для того, чтобы отодвинуть конкурентов. Мы... ...потому, что клиенты заходили на сайт, читали... ...большое количество запросов, они приводили к тому, что просто мы удовлетворили некие информационные потребности в спрос у клиента, но не зарабатывали. В результате мы смогли... Вот это была ключевая задача клиента, как бы некий вызов, брошенный клиентом. Он сказал, что попробуйте увеличить количество лидов в рамках существующего бюджета, тогда я пойму, что вы действительно грамотные люди. Просто увеличить количество лидов с тем, что увеличив в 2-3 раза бюджет, ну, это, наверное, там не очень такая интеллектуально тяжелая работа, да. Вот надо было... Задача выжать максимум результат из того бюджета, который существует. Опять же, повторюсь, поверьте мне, мы достаточно часто делаем аудиты, мы смотрим внешние аккаунты, к нам обращаются люди, ситуация, она типовая. Если у вас происходит так, что ваша рекламная кампания контекстом занимается только контекстолог, пусть он даже очень грамотный, пусть он очень хороший, если не участвует в этом процессе аналитик, скорее всего, у вас есть пустая трата бюджета, с которой вы можете бороться. Кейс номер три. Ресурсы внутри компании. Торговый дом благов. Первый клиент из нашей презентации сегодняшней, который сказал, что да, мы готовы делиться историей нашего успеха, очень интересный клиент. Это клиент, который пришел к нам в марте, когда были введены строгие ограничения. Собственно говоря, суть бизнеса – это сеть офлайн-магазинов, такие классические магазины, которые занимаются продажей стройматериалов. Разные направления, сухие смеси, напольные покрытия, кованые изделия, много направлений, большая сеть магазинов. Собственно говоря, в один прекрасный день или в один несчастный день клиент проснулся и узнал, что все, рынок закрывается, магазин закрывается, доступ нет. Все. Сайт – это единственный инструмент продаж на данный день. Клиент обратился к нам в такой экстренной ситуации. Мы в, опять же, в неком авральном режиме решили с клиентом запустить контекстную рекламную кампанию. И вот было правильное некое решение. Мы нишу для себя определили, мы будем запускаться на дачников. Условно говоря, да, то есть большое количество людей в условиях самоизоляции, они приняли решение уехать из города, поселиться на даче. И мы выбирали именно те товары, группы товаров, которые наиболее востребованы у дачников. Пиломатериалы, кованые изделия и прочее, прочее. Мы достаточно неплохо запустились. Проект пошел, и мы спустя месяц приняли решение, что нам необходимо поменять сайт, нам необходимо выпустить новый сайт, потому что тот сайт, который был на тот момент у клиента, это старый их, как бы там, хороший сайт, но он уже старевший, он старый, и он требовал вздохнуть к нему в некую новую жизнь. Некая слова благодарности в адрес Bittrex, собственно говоря, Marketplace. Мы достаточно быстро нашли хорошее решение на Marketplace Bittrex, развернули сайт, и, собственно говоря, проблема, с которой мы столкнулись, ассортимент товаров огромный, нам необходимо быстро выкладывать этот товар, ну и как бывает в компаниях, особенно там в среднем и малом бизнесе, да, информация хранится разрознится. Где-то товары здесь существуют, где-то товары хранятся, какая-то информация о товарах о ценах в другом месте. Так вот, что сделал клиент, и, собственно говоря, о чем я хотел в этом кейсе рассказать. Клиент в качестве ресурса использовал своих сотрудников. Смотрите, был, по сути дела, выбор какой. Либо можно было просто закрываться и всем скажут, что, ребят, ну вот там форс-мажор, некие обстоятельства, да, там мы не можем работать, нас закрыли, там мы не можем торговать. Либо клиент принял другое решение. Клиент буквально сказал своим сотрудникам в следующем, что, ребят, я тоже, руководитель женщины, я тоже никогда не занимался продажами через интернет. Для меня тут тоже очень много всего нового. Либо мы с вами расходимся по домам, либо вместе с вами начинаем учиться. И мы начинаем вместе с вами расти и развиваться и меняться под новые реалии. Вот сейчас типовое рабочее место продавца выглядит следующим образом. Это витрина, заполненная товарами. Продавец, который стоит за витриной, рядом с ним стоит ноутбук. Часть клиентов до сих пор предпочитает не приезжать в магазин, часть клиентов предпочитает делать заказы, при этом у них возникают вопросы. Мы на сайте установили всевозможные чаты, там другие способы коммуницировать. И продавцы сейчас занимаются тем, что они общаются с клиентами в оффлайне, с теми, которые приходят, и общаются здесь же на рабочем месте, через чат они общаются с клиентами. И клиенты же у нас, ой, клиенты, извините, продавцы же у нас превратились в контент-менеджеров. Если есть продавец, который хорошо собирается в вверенном ему ассортименте товаров, то этот же продавец занимается у нас заполнением своей рубрики на сайте. Он мониторит цены, он мониторит описание, он выставляет и убирает товары. Да, нам пришлось провести какое-то определенное обучение, мы помогли клиенту вот как бы научить сотрудников, но тем не менее каким-то ресурсом для развития бизнеса стали именно сотрудники. Мой совет, исходя из этого кейса, поверьте, огромный потенциал есть внутри вашего коллектива. Задача руководителя дать возможность сотрудникам вырасти. Не требуйте от своих сотрудников, чтобы ребята молодые, вы все знаете, вы пользуетесь телефонами, гаджетами, вы, наверное, во всем разбираетесь. Нет. Все-таки вашим сотрудникам нужно помочь. Выделяйте им время на обучение. И поверьте мне, большое количество сотрудников внутри вашего коллектива, от которых вы даже не ожидаете, они действительно смогут разобраться в сложных каких-то, даже в том числе технических моментах, и стать для вас опорой в другие времена. Мне нужно немножко ускоряться. Кейс номер 4. Партнеры по рынку. На примере одного из наших клиентов интернет-магазин по продаже ювелирных украшений. Успешный проект. Бизнес занимается продажей ювелирки. Большое значение имеет именно визуал. Клиент пытался когда-то на старте проекта выкладывать ювелирные украшения в простом виде, да, там фотографии, где там изделие просто на белом красивом листочке. Не работает. Очень важно, чтобы был действительно хороший, качественный контент, красивый контент, продающий контент. Такой контент стоит дорого. В тот момент времени, когда продажи упали, денег, естественно, стало меньше, клиент задумался о том, как же сэкономить, как уменьшить затраты. Клиент объединился с большим количеством партнеров. Вот пример фотографии, которую вы видите сейчас на экране. Это одна из фотографий, взята мной из аккаунта клиента. Посмотрите, расходы по фотосъемке. Из чего состоят? Аренда студии, модель, макияж, одежда, фотограф, прическа. Сейчас клиент объединился с большим количеством партнеров, и они стали сокращать друг друга расходы. Вот на примере вот этой фотографии. Смотрите, одежду предоставил салон, который занимается продажей меха. у них есть заинтересованность в том, чтобы у них были хорошие фотографии с их товаром. Макияж сделал сотрудник, представитель другой компании, которая тоже, опять же, нуждается в личном портфолио. На фото модель, которая, опять же, необходима личным портфолио для продвижения в модельном бизнесе и так далее. Суть, вы понимаете, объединяйтесь с вашими партнерами, иногда вы можете работать и сокращать свои расходы. Конкуренты. На примере нашей отрасли приведу пример, что в нашей отрасли принятая история, может быть, это не характерная отрасль, может быть, у нас менее агрессивные люди, мы менее агрессивно конкурируем, чем в других отраслях, но это принцип, который работает очень хорошо у нас. Если к нам обращается клиент, у которого есть потребность сделать сайт, и в этот момент времени, конкретно в данный момент времени у нас есть определенная загрузка, мы не можем срочно взять его в работу, а у клиента горят сроки, мы с удовольствием порекомендуем кого-то из наших конкурентов. И у нас в нашей отрасли принятое такое вознаграждение в размере 5-10%, в этот момент работает простой, понятный принцип. 5% лучше, чем 0. Мы с удовольствием порекомендуем клиента. Может быть, даже в какой-то ситуации этот клиент, обратившись к нашим конкурентам, по каким-то вопросам вернется к нам. Такое тоже происходило. Кейс номер 6, который заслуживает особого внимания, маркетплейсы, на примере, опять же, приведу одного из наших клиентов, который, к сожалению, не разрешил называть бренд. Суть в следующем. Я немножко ускоряюсь, потому что уже ограничено по времени. Клиент занимается косметикой, классический бизнес в Нижнем Новгороде, занимается продажей в торговых центрах. Это, как правило, либо небольшое отдело, прям очень небольшие, либо это даже где-то островки. В опыт клиента до еще пандемии самоизоляции клиент пытался выйти на маркетплейсы и как-то торговать через маркетплейсы, но это, скорее всего, был на тот момент неудачный опыт. Когда случился режим самоизоляции, клиент, собственно говоря, получил, ну, просто исчезла возможность торговать через офлайн, клиент начал думать о том, что, может быть, все-таки маркетплейсы нужно обратить больше внимания. Что сделал клиент? Они провели достаточно много аналитической работы, они посмотрели, как представлены другие участники, как они продвигают свой товар, как они оформляют свое присутствие на маркетплейсах. И, собственно говоря, проведя достаточно большое количество аналитики и пристроив свою стратегию в присутствие на маркетплейсе, ребята смогли значительно увеличить продажи. Подчеркну, это федеральные продажи, и сейчас в данный момент по уровню продаж они перекрывают те объемы, которые у них были на местном оффлайн рынке в Нижнем Новгороде до. Какие нюансы относительно маркетплейсов нужно подчеркнуть? Ребят, не воспринимайте маркетплейсы как некую площадку, аудиторию которой вы можете получить через другие каналы. Сейчас есть достаточно большое количество аудиторий, которые ищут те или иные товары не через поисковые системы, а они ищут уже через маркетплейсы. То есть люди спрашивают там какие-то ювелирные украшения, косметику и много еще чего, они идут уже не в поисковые системы, они идут в маркетплейс и ищут уже там. Это означает, что у маркетплейсов есть аудитория, которая для нас уже сейчас недоступна через другие рекламные каналы. Да, вы скажете, например, очень часто аргумент, который мы слышим, что маркетплейсы просят, что проводили различные акции, делали скидки на товар. Да, я соглашусь, вы не сможете, может быть, иметь какую-то маржинальность, к которой вы привыкли. Вы должны будете торговать с какой-то меньшей наценкой, сможет быть меньше выгоды для себя. Но подчеркну, это федеральные продажи. Здесь важна уже не наценка на единицы товара, здесь важны объемы. И это может быть для вас прекрасной точкой роста. Кейс номер семь. Вторичные продажи – это то, в чем мы перекликаемся с Юрием. Вот, опять же, простите, наверное, кто-то из вас скажет, это банальная история, вторичные продажи, но с чем мы сталкиваемся часто? Когда ты спрашиваешь клиента, скажи, пожалуйста, у тебя есть вторичные продажи? Он говорит, да, знаешь, у меня бывает то, что люди приходят еще раз. Нет, это разговор не о том, что кто-то иногда еще раз приходит. Это разговор о том, что есть ли у вас отдельная маркетинговая, продуманная, осознанная стратегия о том, чтобы у вас происходили вторичные продажи. Есть ли у вас отдельный рекламный, бюджетный удержание и возврат ваших клиентов, ваша аудитория. Мы всегда пытаемся донести до всех наших клиентов, что смотрите, ребят, если кто-то у вас купил ваш товар, это означает, что человек вас уже выбрал, он вас сравнил с другими компаниями, он вас изучил, и он имеет определенный кредит доверия к вам. Если вы продали товар, и он удовлетворен, все хорошо, то продать этому клиенту что-то еще гораздо проще и менее затратно, нежели продать это новому клиенту. Мы призываем вас к тому, чтобы у вас была система сбора и самые важные анализы данных о покупателе, для того, чтобы вы могли выстраивать осознанную стратегию вторичных продаж. К сожалению, прошу прощения, я там накопленного опыта больше, чем вот там то время, которое отведено. Я вас призываю, обязательно изучайте вопросы, связанные с CRM-системой, обязательно призываюсь использовать колл и email tracking для того, чтобы вы могли осознанно подходить к вопросу изучения в вашей аудитории и могли как-то выстраивать свою рекламную стратегию для первичных и вторичных продаж. Спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Некоторые наши доклады мы стараемся выкладывать на YouTube-канале нашей компании. Я вас призываю, посмотрите. Опять же, мы всегда доступны в офисе. Приезжайте, обещаем кофе, чай, конфетки. Посидим, пообщаемся, поделимся нашим опытом. Поверьте, за 20 лет у нас накопилась достаточно неплохая экспертная история в этой отрасли. Давайте посмотрим, какие-то ваши, может быть, вопросы. Да, вижу слова благодарности. Спасибо вам большое. Передаю слово следующему докладчику. Нет, мы еще пока не передаем. Не передаем слово, да? Все-таки мы попробуем какие-то вопросы выделить. Конечно, конечно. Вопросы есть, и мы их как раз сейчас озвучим. Во-первых, Алексей, как можно понять, что необходимо внедрять CRM? Может быть, есть какие-то показатели, на которые стоит обратить внимание? Знаете, тут, наверное, вопрос от обратного. Я не вижу причин, почему CRM не нужно внедрять. Мы иногда клиентам как бы в процессе общения говорим, что, ребят, что такое CRM? То есть CRM может решать какие-то конкретные задачи, но если, например, даже у вас сейчас в данный момент времени нет задачи, например, сегментировать вашу аудиторию, вы только на старте продаж, внедрите CRM сейчас для того, чтобы у вас уже сейчас скопилась история, для того, чтобы у вас уже правильно сохранялась информация. Возможно, к анализу информации вы подойдете через полгода, через год, но пусть уже сейчас у вас скопится история ваших взаимоотношений для того, чтобы потом, в тот момент времени, когда вы задумываете о том, как нам расти, что нам предполагают, какие-то усилия, чтобы у аналитика, которая подключилась к вашему проекту, была база, было то, с чем он может работать. я думаю, что CRM это вещь, которая просто вот мастхэв для любого бизнеса, неважно, это на старте бизнес или это уже существующие 20 лет компания. Я думаю, что вполне исчерпывающий ответ, что также нужно добавить. Тот опрос, который сейчас вы видите на экране, можно его пройти сейчас. Если вы не успели это сделать во время доклада, не забывайте про опросы. И еще один вопрос у нас есть к Алексею. У каких компаний чаще всего получается выстроить хорошие обороты в онлайне, если отталкиваться от личного опыта? Смотрите, я думаю, что правильным ответом будет это у тех компаний, которые действительно осознанно и с, простите за тавтологию, с аналитикой подходят к процессу. Да, есть некоторые счастливые случаи, когда люди нащупали какую-то там неконкурентную нишу, они вышли с небольшим бюджетом, стрельнули. Есть тоже такие примеры, да, у нас были случаи, когда к нам обращались ребята, они торговали настолько узкими какими-то промышленными вещами, что периодически нам приходилось выключать рекламную кампанию. Ребята просто говорили, у нас склад пустой, а следующая поставка только через неделю, люди продолжают звонить. Бог ради, остановите кампанию рекламную, потому что нам нечем торговать. Были такие истории, но это редкие специфические случаи. Все-таки сейчас конкуренция в интернете выросла. Уже очень большое количество бизнесов представлено в интернете, и поверьте мне, уже времена, когда можно было просто за счет удачи обойти других и заработать большие деньги, они прошли. Сейчас все-таки работает аналитика, математика и осознанная стратегия при построении своих продаж в интернете. Работает принцип построения гипотез, сравнения, и уж извините, опять же там, не набив какие-то шишки, успеха добиться невозможно. Спасибо огромное за доклад, во-первых, за ответы на вопросы, конечно же, ну и мы будем потихоньку двигаться дальше. Продолжение следует...